Друзья, работа приюта не останавливается ни в самом приюте, ни дома. Вот это, как вы помните, по другим видеороликам. Это моя комната в моем доме, где мы оказываем помощь тем, кто буквально кто-то подброшен под забор, кто-то подобрали по дороге, шли. Такое тоже бывает очень часто. Здесь оказывается самая необходимая помощь. И здесь зарождалась лохматая душа. Именно в этой комнате. Все наши ролики очень многие. Вы видели их и наверняка запомнили нашу обстановку. Вы знаете, дело ведь не в красоте и не нам так удобно. Мы делаем то, что именно у нас в наших силах. Кто-то может сделать элегантно, кто-то может сделать красиво. Но, ребят, мы делаем то, что можем. То, на что у нас хватает сил и возможностей. И даже вот это все, это все сделано благодаря вам. Когда я уезжала из Мурманска и строила этот дом, я никогда не думала, что у меня будет здесь приют. Даже мысли такой не было. Думала, выйду на пенсию и буду спокойно жить, как все остальные люди. Но когда нашла одного малыша, потом второго и третьего на мусорке, друзья, как-то все перевернулось внутри. По-другому стала смотреть на жизнь. К тому же очень тяжело заболела. Это тоже сыграло большую роль. Вы знаете, меняется мировоззрение, когда тебе самому плохо. И ты начинаешь чувствовать боль других. Я желаю вам никогда не испытывать боли, но оставаться добрыми, милосердными, сострадательными к тому миру, который вокруг нас. Ведь мы не единственные жители этого земли, правильно? А вы какие дети? Ребята, они не игрушки. Они настоящие живые дети с разумом пятилетнего ребенка. И он прижимается, когда ему страшно, когда больно, когда ему плохо. Он прижимается к вам, как к маме. И он ищет у вас защиту. Поэтому, мои хорошие, я очень вас прошу, не проходите мимо. А если проходите, то, по крайней мере, тогда, друзья, помогите немного приютам, чтобы они могли оказать эту помощь. Мы делаем очень мало. Очень. По сравнению с той болью, что окружает нас, по сравнению с теми проблемами, что у нас в стране связаны с бездомными животными, у нас не налажена стерилизация животных. Вместо того, чтобы делать ее бесплатной, у нас дико задрали цены. Дальше некуда. Ну, скажите, пожалуйста, если стерилизация стоит 8 тысяч, а зарплата, вернее, пенсия у бабушки 8-10, ну, какую стерилизацию она может сделать своей кошечке или собачке? Никакую. Это значит месяц им вдвоем голодать. Мы сейчас бьемся за то, чтобы у нас, в нашей стране, хотя бы разрешили делать бесплатные стерилизации. Но, к сожалению, нужна ваша поддержка. Пожалуйста, друзья, подписывайте, если вы видите наши петиции в эту защиту, чтобы стерилизации у нас в стране были бесплатными. Невозможно, ребята, невозможно. Ведь клиники задирают такие цены, что мы просто... Ну, вы сами ходите туда, вы знаете это. Вылечить животное дороже, чем вылечить человека. Никогда такого не было. Ведь клиники жируют, а люди вокруг них и их питомцы страдают. И ведь никуда не денешься. Приходится собирать по копейке несчастные эти, чтобы пойти и именно спасти свое животное. Как часто я вижу в клиниках стариков, которые сидят, плачут, потому что им не хватает денег, спасти любимого. И очень часто наш приют помогает таким людям. Просто невозможно пройти мимо слез старого человека, который прощается со своим другом, и потому что у него денег хватает только на эвтаназию, но не хватает денег, чтобы его вылечить. Ребята, это страшно. Это по-настоящему страшно. И раньше, что такое врачи? Это прежде всего милосердные люди. Сострадательные, внимательные. А у нас? А у нас вокруг холод и отчуждение. Что происходит? Почему мы так оскотинились, ребят? Почему мы перестаем быть людьми? Ведь о государстве судят по его отношению к животным и старикам. А у нас очень страшное отношение к бездомным. Мои хорошие. Я вас прошу. 100 рублей для приюта. Для вас это не накладно. А для приюта, если вы все вместе потихонечку сброситесь, это значит решение проблемы с кормами, решение проблемы с операциями, решение проблемы с новыми строительными работами, которые постоянно нужны в приюте. То отремонтировать будки, то проложить дорожку, то еще что-то. Ту же воду, то те же шланги, те же ведра постоянно у нас за зиму, они худеют. Ребят, приют – это постоянный круговорот проблем. И решать их помогаете именно вы. Потому что лохматая душа – это частный приют. Государство нам не помогает. Государство нам, администрация тоже. Нас просто выбросили за борт. И лохматая душа живет только благодаря вашим пожертвованиям. И все это на добровольных началах. Пожалуйста, мои хорошие. Я очень прошу вас. Помогите там. Друзья, вот так продолжается жизнь в приюте. И неважно, где вы находитесь – дома или возле вольеров. Малышам всегда нужна помощь. И таких малышей вокруг нас очень много. Я очень вас прошу. Не проходите мимо. Вовремя оказанная помощь спасет им жизнь. Ребята, они также заслуживают жизнь. Вот этот малыш у нас. У него кровавый понос. У этого идет носом гной. То есть малыши болеют по-разному. Но сейчас вроде бы им полегче становится и одному, и второму. И я очень надеюсь, что нам удастся их вытащить. У этого энтерит, у этого кальцевироз. Друзья, это очень тяжело. Просто взяла на руки, чтобы показать, сделать видео. А ребенок сразу лег спать. И теперь сижу и думаю, ну вот как его с рук отпустить? Они же дети. Он просто лезет на ручки и все. Мои хорошие, в приюте постоянно нужны лекарства. В приюту постоянно нужна ваша поддержка и помощь. По-другому нам не справиться. Друзья, мы спасаем мизерную долю того, кто нуждается в помощи. Немножечко один приют, немножечко другой. Но очень много тех, кто просто этих малышей выбрасывает, обрекая их на вот эту страшную муку. Понимаете, какой бешеный и ненормальный круговорот. Кто-то издевается, бросает, поднаигрался, вышвырнул. Относится к ним, как к мусору. А кто-то вкладывает душу и переживает за них, как за наших детей. Друзья, приют нуждается в вас, в вашей поддержке. Спасибо вам всем. Такие дети у нас, да? Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»